И жили они долго и счастливо. Вот большинство детских сказок заканчиваются именно так, но как раз вот здесь и начинается настоящая взрослая жизнь. И им зачастую браки не все будут счастливыми после того, как они поженились. Но что этому может сопутствовать или препятствовать, можно спросить у звезд, точнее у астролога. У нас в гостях Екатерина Кодинцева. Доброе утро. Расскажите, действительно ли некоторые браки или даже все браки заключаются на небесах? Только от того, какие это браки будут, зависит, какие звезды им благоволят. Действительно это так. Еще до нашего рождения мы действительно заключаем контракты и делаем выбор, какой опыт мы пройдем, с какими людьми. Из натальной карты каждого человека можно это увидеть. Можно увидеть, будут ли партнерские отношения счастливые, где будет взаимопонимание, где будет полное соединение, растворение в другом человеке. Либо это будет конфликтный брак, отношения полные страсти, динамики. А есть такие знаки, которые универсальны, они с каждым знаком могут солидарно жить, скажем так, в товариществе и любви? Ну, скажем, для каждого знака есть знак, который способствует его эволюции. То есть есть шесть пар. Оно, конечно, ну, как бы сказать, все больше и шире. И, скажем, хорошо, если земля в паре с водой, ну, как известно, для того, чтобы земля плодоносила, нужна вода. Поэтому земля-вода хороший союз. Для того, чтобы огонь горел, нужен воздух. Поэтому огонь-воздух это тоже хороший союз, лучшая пара. Конечно же, хорошо между собой сочетается, например, земля-земля, воздух-воздух. То есть та стихия, которая мне родная. А две огненные стихии. Да, огонь-огонь, воздух-воздух, вода-вода. Там, наверное, будут кипеть страсти. Кипеть страсти, конечно. Но страсти будет... везде будет страсти. Вот мы вам предлагаем нам рассказать про несколько пар. На их примерах мы разберем, как у них все складывалось. Мы подобрали звездные пары. Да, звездные пары, которые все знают. Вот певица Валерия Александр Шульгин. Он дева, она Овин. Их союз когда-то называли идеальной парой. Но все мы знаем, что с ними произошло. С чем закончилась эта история. Что вы про них можете сказать? Дева Овин. Ну, это вот как раз можно проиллюстрировать. Смотрите, вы когда говорите Дева Овин, вы имеете в виду, где расположилось солнце. Но если мы смотрим карту более подробно, то мы видим, что в его карте очень много Земли. Ну, Дева, это знак Земли. Ну, не только Солнца там. Там есть и другие планеты, которые попали в земную стихию. У нее преобладающая стихия огонь. То есть вот я проговорила, да, плохо сочетающиеся стихии – это Земля и огонь. Это вот эта пара. Это не очень хорошо делать, даже если люди сходятся. Действительно, в этой паре, если смотреть глубже, как мы смотрим совместимость. Мы берем две карты – карту мужчины, карту женщины. Мы накладываем и получаем третью карту отношений. Исходя из нее, делаем выводы, что будет в этих отношениях. Там много притяжения. В этой паре очень много действительно притяжения, магнетизма, выгоды друг от друга. Но там есть еще и аспекты, которые предполагают агрессию, давление, критику. И, видимо, этого было больше. Плюс вот то, что стихии, да. Но кроме этого, у них есть еще и огонь-вода. Вот там было очень много эмоций. Огонь-вода – они могут быть вместе. Но покоя в такой паре обычно нет. Вот как вы сказали, страсти, динамика – вот это все. То есть мало просто знать, что ты Овен, а он дева. Нужно знать еще очень много нюансов, которые можно увидеть только в карте, в индивидуальной карте. У нас в карте очень много. Слушайте, ну мне не терпится задать еще один вопрос. Ну все знают пару Питт и Джоли. Анжелина Джоли и Брэд Питт. Ну там вообще, по-моему, страсти кипели такие, что было невероятно всем наблюдать за этим. Такая красивая пара. Так жалко было, когда она спала. На самом деле не красивая пара. Обычная пара. Что такого? Просто распиаренная. Что про них можно сказать? Мне кажется, что очень красивая пара. Анжелина Джоли, так он стрелец, а она близнец. Смотрите, можно оттолкнуться от карты женщины, например. Посмотреть, что в ее карте есть предпосылки к тому, что ее партнерские отношения, с каким бы человеком она их ни строила, они будут очень динамичные. Они будут страстные, полные конфликта, полные разнообразные динамики. Если говорить про то, как они совмещаются, ну вот я сказала, да, смотрите, они сходятся на том, что обоих много огня. У нее много огня у него. На этом у них взаимопонимание. Они могут двигаться. Это творчество, это идея, это вдохновение. Но есть то, что у них очень сильно не совмещается. Например, в ее карте ноль земли. Земля не представлена. А у него земля это то, чего больше всего. Это то, что в нем прямо этого очень много. И вот представляете, люди не могут услышать по вот этим характеристикам, по этой части нашей жизни, они не могут друг друга услышать. Ну вот говорят, партнеры комплементарны. Они комплементарны, если у одного этого мало, а у другого больше. Но когда совсем что-то не представлено, ну я тебя просто не слышу. У нее просто ноль. У нее просто ноль, да. Она просто джин. И так любит весь мир. Зачем ей вообще братьки? Кроме того, в ее карте еще интересно, кардинальные знаки очень сильно выражены. То есть она очень порывистая, динамичная. Она способна на резкие перемены, вообще на резкие действия. И у него кардинальность выражена сильно. То есть два человека, вот таких вот способных вдруг спонтанно действовать. Оба такие. Ну все мы знаем ее историю. Юношество, когда Билли Боб Торн, там тоже человек, которому все кипело. Ладно, давайте закончим с этой парой. Перейдем еще к одной паре. Давайте пойдем к Челентану. Его брак оказался счастливым. Он прожил уже 50 лет. Клаудия Мори, да. Он козерог, она водолей. Рядышком практически в день рождения. Смотрите, здесь что? Во-первых, у них есть совмещение по стихиям. У него много земли. В ее карте тоже много земли. Практически идентично. То есть есть характеристика, по которой они понимают друг друга очень хорошо. Это раз. Во-вторых, когда мы накладываем их карты, там очень много брачных аспектов. Они разные. Там есть соединения, там есть и квадратуры. Там есть разные. У них не только взаимопроникновения. Есть, конечно, и конфликты, и ссоры в этой паре. Наверняка они были. Но у них обоих выражены мутабельные кресты. Это значит, что люди готовы идти на компромисс. Они готовы уступать, слышать. Как для тебя хорошо. Это очень хорошее качество. Это то, что советуют на свадьбах обычно родители молодоженов. Просто уступаете, понимаете друг друга, слышите. Да. Ну, представляете, вот так люди друг к другу относятся. Кроме того, Венера Клауди находится в первом доме Челентано. То есть она сразу для него женщина, которую нужно любить. Он сразу выделяет ее из всех женщин. И так как это навсегда, то есть она навсегда для него остается вот той женщиной самой-самой. Еще интересно, что в его карте управитель седьмого находится в его первом. Это значит, что партнеры идут за ним. Они сами выбирают. То есть, ну, скорее всего, она была инициатором их отношений. А в ее же карте, напротив, управитель ее первого находится в ее седьмом. То есть она в ее карте написано, что она сама идет за партнером. Она сама инициатор отношений. Как в том фильме, да, украшение строптивого. То есть он идет, а она его и укращает, собственно говоря, за ним, да, чтобы он и стал ее мужем. Вот, у них вот это произошло. Вот этот брак действительно заключен на небесах. Действительно. Это круто, да. Это круто. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, но мы не можем обойти стороной эту тему. Вчера мы всем говорили, что сегодня ночью лунное затмение, противостояние Марса. Вы как это пережили? Ну, к счастью, спокойно. Когда ты знаешь об этом, ты стараешься не рефлексировать, не раздражаться, да, не поддаваться внешним влияниям. Стараешься, ну, просто быть в гармонии и в покое. Это круто. Я тоже сегодня очень хорошо спал. Я еще помедитировать попробовала в это время, как раз 12 часов по нашему местному. У нас затмение было ночью, с двух до пяти. В общем, мне кажется, что это затмение повлияло на всех благотворно. И теперь браки будут заключаться действительно на небесах, и все будет там по всем домам срастаться. Спасибо вам большое. В гостях у нас была Екатерина Ходинцева, астролог, и помогла нам разобраться в звездной совместимости. Спасибо.